Здравствуйте, дорогие друзья! Guten Tag! Я рада приветствовать вас на нашем курсе немецкого языка для начинающих. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе выхода новых уроков нашего курса. Также напоминаем вам, что наши уроки взаимосвязаны и дополняют друг друга, поэтому для более успешного и лучшего усвоения материала рекомендуем вам смотреть наш курс с самого первого урока, а также не пропускать выход новых видео. Для эффективности рекомендуется заниматься минимум раз в неделю, Также не забывайте быть активны в комментариях, наша обратная связь поможет вам еще быстрее выучить немецкий. Сегодня мы поговорим с вами о модальных глаголах. Мы рассмотрим два глагола – dürfen и möchten. dürfen – иметь право, быть вправе, мертвен – хотеть бы. Модальные глаголы не выражают действия. Они выражают наше отношение к этому действию. Например, Их виль шпилен. Их виль шпилен. Я хочу играть. Играть – это у нас действие. Шпилен. А хочу – виль. Отношение к действию. Глаголы können и wollen мы уже с вами проходили на одном из наших предыдущих уроков, поэтому рекомендую вам обязательно перед просмотром этого урока повторить урок номер 16, где мы учились говорить «я могу», «я хочу». Так вам будет гораздо легче и понятнее сегодня. Глагол können – мочь, уметь, у меня есть возможность. Волен – хотеть. Продолжаем. Как мы скажем, Я умею хорошо плавать. Их кан гут швимен. Их кан гут швимен. К сожалению, я не могу тебе помочь. Лайда, кан их дир нихт хэльфен. К сожалению, я не смогу тебе помочь. Лайда, кан их дир нихт хэльфен. Лайда, к сожалению. Прочитаем всё ещё раз. Их виль шпилен. Их кан гут швимен. Лайда, кан их дир нихт хэльфен. Особенностью модальных глаголов является то, что они иначе спрягаются по лицам. Не как мы с вами привыкли спрягать наши обычные глаголы. Глагол волен передаёт желание или нежелание чего-то. Например, Я не хочу этого делать. Или же Я хочу спать в этой комнате. Или же номер в гостинице, например. Наш новый модальный глагол, который мы рассмотрим сегодня, это глагол дюрфен. Иметь право. Мочь. Дюрфен. Их дарв. Мне позволено. Мне разрешено. Мне можно. Их дарв. Ду дарвст. Тебе разрешено. Эр, sie, es, darf. Ему, ей, разрешено. Вер дюрфен. Нам разрешено. Их дюрфт. Вам разрешено. Имеется в виду, когда множественное число, нескольким людям разрешено. Вер дюрфен. Им разрешено. Вер дюрфен. Вам разрешено. Вежливая форма. Повторим еще раз. Их дарв. Ду дарвст. В единственном числе в спряжении меняется корневая гласная, как вы уже заметили. А во множественном числе корень не меняется. Сейчас мы с вами рассмотрим примеры. Ду дарвст хер вартен. Ты можешь подождать здесь. Ман дарв нах секс ур нихт эссен. После шести часов есть не рекомендуется. Нах секс ур. После шести часов. Дарв их си фраген. Дарв их си фраген. Можно вас спросить. То есть дословно. Имею право я вас спросить. Глагол. Если вы смотрели предыдущие уроки, то я уверена, что эти глаголы вы уже знаете. Повторим еще раз. Ду дарвст хер вартен. Ман дарв нах секс ур нихт эссен. Дарв их си фраген. Друзья, если вам нравится наш канал и вы хотите, чтобы он и дальше активно развивался, то нам необходима ваша финансовая поддержка. Номер карты вы найдете в описании к ролику. Спасибо всем, кто уже активно поддерживает наш канал. Потренируемся еще на примерах. Во дюхвен ви раухен? Раухен, курить, покурить. Во дюхвен ви раухен? Где нам можно покурить? То есть где мы имеем право, нам можно покурить. Раухен. Дубист кранк? Ду дарвст нихт инди шуле гейн. Ты болен. То есть ты есть больной. Ты не можешь, не имеешь права в школу идти. Еще один пример. Их дарв ински на гейн. Мне можно. Их дарв идти в кино. Ински на гейн. Раухен, курить, покурить. Кранк, больной. Дас кино. Кино, существительное среднего рода. Дас кино. Повторим еще раз. Во дюхвен ви раухен? Ду бист кранк. Ду дарвст нихт инди шуле гейн. Их дарв ински на гейн. Обязательно запомните спряжение модальных глаголов. Надеюсь, что вы, когда смотрите наши уроки, делаете для себя важные и нужные конспекты. Поставьте сейчас, пожалуйста, это видео на паузу и попробуйте составить свои примеры с модальным глаголом дюхвен из тех слов, что вы уже знаете. Я обязательно все посмотрю и исправлю ошибки, если они будут. Если вы не знаете, как составить пример, который вы хотите составить на немецком, вы можете написать по-русски. А я обязательно его вам проверю и переведу, и отвечу на все ваши вопросы. Следующий модальный глагол, очень важный и очень часто употребляемый, который мы рассмотрим сегодня, это глагол мёхтен. Мёхтен. Хотеть бы. Их мёхтен. Их мёхтен. Я хотел бы. Ду мёхтест. Ты хотел бы. Эр, зи, эс, мёхтен. Он хотел бы. Она хотела бы. Оно хотело бы. Ви мёхтен. Мы хотели бы. Ир мёхтет. Вы хотели бы. Зи мёхтен. Они хотели бы. Они хотели бы. Их мёхтен. Их мёхтен. Вы хотели бы. Вежливая форма. Повторим ещё раз. Мёхтен. Их мёхтен. Ду мёхтест. Эр, зи, эс, мёхтен. Ви мёхтен. Их мёхтет. Зи, зи, мёхтен. Держите эту таблицу у себя перед глазами, когда мы с вами будем разбирать примеры. Анна хотела бы яблоко. Анна мёхте айне апфель. Анна мёхте айне апфель. Хотел бы ты выпить чашечку чая? Мёхтест ду айне тассе тия тринкен? Мёхтест ду айне тассе тия тринкен? Хотел бы ты чашечку чая выпить? Их мёхте айнен тия битте. Я хотел бы чай, пожалуйста. Держ апфель, яблоко мужского рода. Держ, ты чай мужского рода. Тринкен, пить. Ещё примеры. Их мёхте дир хэльфен. Я хотел бы тебе помочь. Их мёхте дир хэльфен. Их мёхте им скингэйн. Я хотел бы пойти в кино. Глагол хэльфен – помогать, помочь. Не стесняйтесь, ставьте это видео на паузу и обязательно пишите свои примеры в комментариях. Так вы ещё быстрее выучите и усвоите тему модальные глаголы. На нашем следующем уроке мы с вами продолжим разбирать модальные глаголы и разберём с вами два глагола. Это мюссен и золен. Они переводятся одинаково, как должен, но употребляются по-разному. Рассмотрим подробнее примеры и поймём, когда какой глагол нужно употреблять в речи. Обязательно подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить важные темы нашего курса немецкого языка для начинающих. На этом наше занятие подходит к концу. Не забывайте подписываться на наш канал, поставьте лайк. Для вас это займёт всего несколько секунд, а для нас это огромный вклад в развитие нашего канала. Если вы хотите поддержать канал, всю подробную информацию, как это сделать, вы найдёте в описании к видео. До новых встреч на нашем следующем уроке. Auf Wiedersehen! До свидания!